Михаил Елизаров. Библиотекарь. Рабочий человек должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нельзя. Песня дороже вещей. Андрей Платонов. Часть первая. Книги. Громов. Писатель Дмитрий Александрович Громов, 1910-1981, дожил свои дни в полном забвении. Книги его бесследно канули в макулатурную лету, а когда политические катастрофы разрушили советскую родину, о Громове, казалось, вспомнить было некому. Громова мало кто читал. Конечно, редакторы, определявшие политическую лояльность текстов, а потом критики. Вряд ли кого-нибудь могли насторожить и заинтересовать название «Пролетарская» — 1951-й, «Счастье лети» — 1954-й, «Нарва» — 1965-й, «Дорогами труда» — 1968-й, «Серебряный плёс» — 1972-й, «Тихие травы» — 1977-й. Биография Громова шла бок о бок с развитием социалистического отечества. Он закончил семилетку и педагогический техникум. Работал ответственным секретарем в редакции заводской многотиражки. Чистки и репрессии не коснулись Громова. Он спокойно дотянул до июня 1941 года, пока его не призвали. На фронт он попал военным корреспондентом. Зимой 1943-го Громов отморозил руки. Левую кисть удалось спасти, а вот правую ампутировали. Так что все громовские книги были созданы вынужденным левшой. После победы Громов увёз семью из ташкентской эвакуации на Донбасс. И до пенсии оставался в редакции городской газеты. За перо Громов взялся поздно, зрелым сорокалетним человеком. Он часто обращался к теме становления страны, воспевал ситцевое бытие провинциальных городков, посёлков и деревень, писал о шахтах, фабриках, бескрайней целине и битвах за урожай. Героями громовских книг обычно бывали красные директора или председатели колхозов, солдаты, вернувшиеся с фронта, вдовы и женщины, сохранившие любовь и гражданское мужество, пионеры и комсомольцы, решительные и весёлые, готовые к трудовому подвигу. Добро торжествовало с мучительным постоянством. В рекордные сроки поднимался металлургический комбинат, недавний студент за полгода заводской практики превращался в закалённого специалиста. Цех перевыполнял план и брал новые обязательства. Зерно по осени золотыми реками текло в колхозные закрома. Зло перевоспитывалось или упекалось в тюрьму. Разворачивались и любовные страсти, но очень целомудренные. Поцелуй, заявленный в начале книги по аксиоме театрального ружья, стрелял холостым чмоканьем в щёку на финальных страницах. И бог с ними, с темами. Написано это было за унывным слогом, добротными, но пресными предложениями. Даже обложки с тракторами, комбайнами и шахтёрами были из какого-то сорного картона. Страна, породившая Громова, могла опубликовать тысячи авторов, которых никто не читал. Книги лежали в магазинах, их уценивали до нескольких копеек, сносили на склад, сдавали в утиль и выпускали новые, никому не нужные книги. Последний раз Громова напечатали в 1977 году. А потом в редакциях сменились люди, знавшие, что Громов — это безобидный словесный мусор ветерана войны, в котором общественность не особо нуждается, но не имеет ничего против его существования. Громов отовсюду получал вежливые отказы. Государство, празднуя грядущее самоубийство, высиживало бесноватую литературу разрушителей. Овдовевший одинокий Громов понял, что отпущенное ему время истекло, и тихо умер, а через 10 лет вслед за ним ушёл СССР, для которого он сочинял. Хоть и было выпущено Громова общим числом больше, чем полмиллиона, только отдельные экземпляры чудом осели в клубных библиотеках в далёких посёлках, больницах, ИТК, интернатах, гнили в подвалах, схваченные накрест бечёвкой, стеснутые материалами какого-нибудь съезда и ленинским многотомьем. И всё же у Громова имелись настоящие ценители. Они рыскали по стране, собирая оставшиеся книги, и ничего не пожалели бы за них. Это в обычной жизни книги Громова носили заглавие про всякие плёсы и травы. Среди собирателей Громова использовались совсем другие названия. Книга силы, книга власти, книга ярости, книга терпения, книга радости, книга памяти, книга смысла. Лагудов Валериана Михайловича Лагудова без сомнения можно отнести к числу самых влиятельных фигур Громовского универсума. Родился Лагудов в Саратове, в семье учителей. Был единственным ребёнком. С детства отличался хорошими способностями. В 45-м, 17-летним юношей, он отправился добровольцем на войну, но до фронта не добрался. В апреле заболел воспалением лёгких, месяц пролежал в госпитале, а в мае война завершилась. Эта тема опоздавшего на войну солдата была для Лагудова чрезвычайно болезненной. В 47-м Лагудов поступил в университет на филологический факультет. Успешно защитив диплом, он 12 лет проработал журналистом в провинциальной газете. А в 65-м году его пригласили в литературный журнал, где он возглавил отдел критики. Предшественник Лагудова расстался со своей должностью, прозевав сомнительный по лояльности роман. Хрущёвская отепель миновала, но границы цензуры оставались довольно размытыми. «Поди разберись, то ли текст в духе нового времени, то ли антисоветчина». В итоге и журнал, и издательство получили серьёзный нагоняй. Поэтому Лагудов был внимателен ко всему, что ложилось на его стол. Он, мельком проглянув повесть Громова, решил в один вечер разделаться с книгой и больше к ней не возвращаться. В голове он заведомо держал тёплую рецензию. Критиковать бывшего фронтовика, пусть и написавшего с художественной точки зрения посредственный, но зато политически корректный текст о зенитчиках, Лагудову не позволяла совесть. К ночи с книгой было покончено. Сам того не подозревая, прилежный Лагудов выполнил условия непрерывности. Он не забывал о бдительности и прочёл повесть от первой строки до последней, не пропуская заунывные абзацы с описанием природы или какой-нибудь патриотический диалог. Так Лагудов выполнил условия тщания. Прочёл он книгу радости, она же Нарва. По воспоминаниям бывшей жены, Лагудов перенёс бурное эйфорическое состояние. Не спал всю ночь, говорил, что подверг бытие, всеобщему анализу, и у него появились великолепные мысли, как принести пользу человечеству. Раньше он был запутан в жизни, а теперь всё стало ясно. При этом громко смеялся. К утру эмоции утихли, и он сухо сообщил встревоженной жене, что его идея рано подвергать оглашению. В тот день он не смог выйти на работу. Настроение было подавленным, и мыслей о всеобщей гармонии он больше не высказывал. Содержательная сторона эйфории, которую пережил Лагудов, не имела смысловых пересечений с громовским сюжетом, и Лагудов никак не связал ночные события с прочтением книги. Но в душе всё же остался некий эмоциональный рубец, благодаря которому Лагудов запомнил писателя по фамилии Громов. Спустя 18 лет Лагудов увидел в захудалом вокзальном магазинчике повесть Громова. Ностальгируя по далёкому ночному счастью, Лагудов купил книгу, она стоила после всех оценок 5 копеек, и была невелика — две сотни страничек, как раз на предстоящую дорогу. В электричке обстоятельства опять помогли Лагудову выполнить два условия. В одном вагоне с ним ехали подвыпившие парни, донимавшие пассажиров. Немолодой и не особо сильный Лагудов предпочёл не связываться с рослыми хамами. Ему было по-мужски стыдно, что он не может окоротить негодяев, и он уткнулся в странице, изображая человека, предельно увлечённого чтением. Лагудову тогда досталась книга памяти, «Тихие травы», от которой он ненадолго впал в дремотное состояние. Книга подложила Лагудову ярчайший фантом, несуществующие воспоминания. Лагудову захлестнула такая сокрушающая нежность к той приснившейся жизни, что он в слезливом восторге оцепенел от всепоглощающего чувства светлого и чистого умиления. С прочтением второй Громовской книги судьба Лагудова круто изменилась. Он оставил работу, развёлся с женой, и следы его затерялись. Через три года Лагудов снова возник, и вокруг него уже сформировался мощный клан, или, как они сами себя называли, библиотека. Именно этот термин со временем распространился на все организации подобного толка. В библиотеку Лагудова в первую очередь вошли люди, на которых он проверял книгу памяти. Лагудов поначалу самонадеянно связывал чудесный эффект с личными качествами. Опыты же показали, что при соблюдении условий книга безоговорочно воздействовала на всех. Ближайшим сподвижником Лагудова стал психиатр Артур Фризман. Лагудов первые месяцы сомневался в своём психическом здоровье. Лагудов проявлял осторожную избирательность, приближая людей мирных, обнищавших профессий, учителей, инженеров, скромных работников культуры, тех, кого наступившие перемены запугали и морально подавили. Он полагал, что униженная новым временем интеллигенция окажется податливым и надёжным материалом, неспособным на бунт и предательство, в особенности, если восполнить через книги о Косвина и Лагудова свою извечную классовую тоску по духовности. Во многом этот домысел был ошибочным. Громовские книги полностью меняли личность, просто осмотрительному Лагудову преимущественно везло с новыми товарищами. Кроме того, ему квалифицированно помогал Фризман, который вербовал далеко не всех подряд. Попавшие в библиотеку обычно испытывали к Лагудову глубокое уважение и преданность, и это было объяснимо. Большинству отчаявшихся, измученных нищетой людей Валериан Михайлович возвратил надежду, смысл существования и сплочённой единой идеей коллектив. Первые два года Лагудов собирал подзнамёна в основном униженных и оскорблённых интеллигентов. Потом он решил, что библиотеке явно не хватает жёсткой силы. Тогда Лагудова выручил Фризман. В диспансер частенько обращались за помощью люди, надломленные афганской войной. Таких вначале обрабатывал Фризман, а затем передавал Лагудову. В 1991 году библиотека пополнилась отставниками, не пожелавшими изменить советской присяге. Бывшие офицеры превратили интеллигентов в серьёзную боевую структуру с жёсткой дисциплиной, разведкой и службой безопасности. Библиотека всегда могла выставить до сотни бойцов. Разумеется, система отбора давала сбои. Появлялись беспечные болтуны, почём зря треплющие языком о книгах. Несколько раз пробивались ростки заговора. Доля смутьянов была одинаково трагична, они исчезали бесследно. Случались и похищения книг. Лагудова предал рядовой читатель, некто Якимов. Получив порядки очерёдности из запасников книгу памяти, он обманул хранителя и бежал в неизвестном направлении. Книг у Лагудовы имелось достаточно, и библиотека не обеднела, но сам по себе прецедент был отвратителен, и вдобавок предателю удалось скрыться. По следам удавшегося преступления пошли и другие читатели. Этих удалось изловить. Ради пошатнувшегося авторитета Лагудова и Остраски, будущих злоумышленников книжных воров четвертовали на глазах всей библиотеки. Якимова же случайно обнаружили спустя год после дерзкой кражи. Он укрылся в Уфе. Туда был немедленно отправлен карательный десант с заданием уничтожить похитителя и вернуть книгу. Каково же было удивление бойцов Лагудова, когда они выяснили, что Якимов, находясь в Уфе, не терял времени зря и организовал собственную библиотеку. Небольшой лагудовский отряд принял мужественное решение не выжидать подкрепления. В лаконичной манере и дуновы они открыто оповестили Якимова о разборке. Было оговорено холодное оружие, выбрано загородное поглуше место. Стоит заметить, что и читатели библиотеки Якимова существовали по принципу «мертвые сраму не имут». В ту ночь победа не досталась никому. Противники, утомленные кровопролитной схваткой, отступили. На новую карательную экспедицию Лагудов не осмелился. Нужно было защищать книгохранилище от ближнего врага, а не рассылать отряды за три девять земель, губить верных читателей ради удовлетворения амбиций. Библиотеку без того окружали многочисленные и агрессивные конкуренты. Долгое время Лагудов полагал, что распространение знаний о Громове происходит за счет предателей из его библиотеки. Он слишком верил в свою избранность и не допускал мысли, что кто-то, кроме него, оказался способен самостоятельно проникнуть в книге. Всех же, кто строил могущество на его Лагудовском открытии, Лагудов относил к людям второго сорта, нечистоплотному варью. И впоследствии, когда пришлось расстаться с идеями исключительности, Лагудов, хоть и скрипя сердце, шел на равноправный контакт только с первичными, натуральными библиотекарями, теми, кто своими мозгами, без подсказки, разгадали тайну книг. Процент приобщившихся Громову через утечку информации был довольно велик, и многие новые кланы организовывались вокруг беглых читателей, причем воровство было необязательным. Еще в конце 80-х обзавестись книгой памяти при сильном желании не составляло большого труда. Основную роль сыграли не перебежчики и не сплетни, а миссионерская деятельность первых апостолов, чьи имена давно заняли посмертные места в пантеоне этого жестокого и закрытого общества. Стоит назвать некоторых. Шепчихин Петр Владимирович. Он работал в типографии и набирал книгу памяти. Перепутав обложки, он унес домой неприсмотренный детектив, а Громова. По случайности он застрял на полночи с книгой в лифте, и под утро, освобожденный лифтерами, вышел другим человеком. Натура чувствительная. Шепчихин сразу понял. Дело не в его физиологии, а в таинственной книге. Потрясенный тайной, он бросил работу и побрел по стране, став одним из самых ярых пропагандистов Громова. Шепчихин погиб, и убрали его, вполне вероятно, те самые неофиты, которым он когда-то рассказал о книге. Они расправились с ним, решив, что просветительская активность Шепчихина слишком опасна для герметичности Громовского мира. Дорошевич Юлиан Олегович находился на принудительном лечении в ЛТП и, чтобы не сойти с ума от резвой скуки, читал. В таких полутюремных библиотеках оседал всякий хлам, маломальски стоящие книги там не задерживались. Но благодаря ЛТП Дорошевич узнал о Громове и книге терпения, серебряный плес. Эта книга дарила любому страждущему ощущение великого утешения и примирения с жизнью. Говорили, она помогает при боли физической, действуя как общая анестезия. На остальные чувства, кроме горя, страха и боли, книга вроде бы не оказывала существенного влияния, просто примораживала их до общего безразличия. Душевный склад Дорошевича способствовал специфичной избирательности миссионерства. Он открывал книгу только самым несчастным, на его взгляд, людям. Жизненный путь Дорошевича оборвался при невыясненных обстоятельствах, кто убил его неизвестно, наверняка тот, кто посчитал грех убийства много меньше своего страдания. Возможно, история преувеличивает душевные качества бродячих апостолов, и на самом деле хотели они, как и все библиотекари, личного господства, также пытались создать книжные общины, но не справились с миссией. Это странное бескорыстие несколько противоречило специфике тайны. Всякий новый читатель, приобщенный Громову, понимал, что радости, терпения или памяти на всех не хватит, и лучше о Громове помалкивать. В коллективе проще было сохранить книги и приумножить их число, поэтому и перевелись эти одинокие бродячие открыватели. Новых же читателей выбирала сама библиотека. Охотнее вербовали людей одиноких, бессемейных, с надломом, долго присматриваясь к кандидату. Достоин ли тот стать причастным чуду? Сможет ли его хранить и оберегать, а если надо, отдать жизнь? Словом, конкурентов у Лагудова оказалось достаточно. Вскоре из всех маломальски значимых мирских библиотек вместе с книгами таинственным образом пропали библиографии Громова. Даже в Ленинке кто-то изъял всю информацию в картотеке. После компьютеризации данные об отсутствующем авторе, соответственно, никуда не вносились, и Громов формально исчез. На стеллажах тоже похозяйничали. Без картотеки оставалось лишь гадать о подлинном количестве публикаций. У собирателей Громова к началу 90-х был перечень из шести уже опробованных книг. Еще имелись сведения о седьмой, которую называли книгой смысла. Считалось с ее обнаружением проясниться истинное назначение творчества Громова. Пока никто не мог похвастаться найденным смыслом, а некоторые скептики утверждали, что такой книги просто не существует. Полное собрание сочинений рассматривалось всеми библиотеками как гигантское заклинание, которое должно было дать некий глобальный результат. Лагудовские теоретики говорили о состоянии богоподобия, длящемся в таком же временном отрезке, как действие любой отдельной книги. Какие выгоды можно извлечь из этого состояния, никто не знал.